Славянская богиня жива Славянская богиня жива Но в этих версиях обе служат только проводниками Яви с Навью Жива не рождает жизнь, Марена же не убивает Вот как один из героев моего романа «Цепь рода» Наблюдал за уходом своего отца во время поминального пира В поминках про щерицу Мару вспоминали люди Она встречать должна умершего, провожать до Нави Но Игорь с придыханием наблюдал иное Женщина прекрасная, да уж не молодка От черной космы до земли К ней сошла на пир легкой походкой Бродила средь людей, бледная, как снег В русалках больше жизни В руках серб она держала К ней приблизился Богдан Он живых не видел, будто Побрели они с той женой Вдали неизвестны Игорь проводил их взором Что ж, отец, удачной жизни поднял княжечку Выпил и затих со вздохом Также в лицах трех богинь Леле, Живы и Марены Наши предки видели смену времени в природе Или времен года Леле отражала юную весну Живо лето, мара, зиму Живы представляли светло косой Крепкой молодой женщиной Снопом зрелой пшеницы в руках Ну а западные славяне Воспринимали ту же самую богиню Гораздо более значимым божеством Приравнивая ее к самому роду Считая живу его женской ипостасью По разным источникам Она является ему Либо женой, либо сестрой Рожденной самим Вышним В этой версии Жива олицетворяла собой Общий облик всех роженец Светлых богинь В коих виделись этапы Становления земной женщины Юность девичья Представлялась язычником В образе чистой богини Леле Невесомого создания Славянского пантеона Владе отражала вся суть Замужьей и тихой жены Помощница мужа Его поддержки Хранительница домашнего очага И, наконец, Макош Олицетворяла собой Уже состоявшуюся матерь Всю женскую мудрость Силу и созидательность В западнославянской версии Жива уже не просто так Кто провожает души До жизни в Яве И не просто богиня Лето А наравне с родом Является божеством Всего живого Сущего Всех людей Всех проявлений природы Пылающего огня Текущей воды Дышащего ветра Всего, что окружает нас И восточная и западнославянская версия Сходится в одном Что жива светлая богиня Покровительница жизни Наши предки С почтением Относились к ней Что отразилось И на нашем языке Живот Чем называли раньше Не только лишь часть тела Но и жизнь Имущество Животное И жизнь Все от имени богини Названо как будто Даже несмотря на все это Не богиня живо Плетет нити судьбы Только полотно сшивает Никогда не вмешиваясь В судьбу людей Без особой Надобности